Добрый вечер. Мы также пригласили в студию председателя района Басарабяска господина Петра Пушкарь, так как решение многих социально-экономических, финансовых проблем упирается в отсутствие взаимодействия между городской и районной администрациями. Однако господин Пушкарь от участия в передаче отказался, хотя мы его ждали до последней минуты, отказался без объяснения причин. При этом он обвинил студию Бас-ТВ в том, что мы открыто работаем против него лично и против партии социалистов. В чем конкретно это проявляется, господин Пушкарь не смог ответить. Я просила его отправить какие-то ссылки на материалы, которые, допустим, как-то бы его компрометировали. Ничего такого я не получила. В свою очередь, как главный редактор студии Бас-ТВ могу сказать, что районный совет намеренно игнорирует единственное местное средство массовой информации, отказываясь даже обсудить с нами какие-то возможности сотрудничества, хотя мы с подобными предложениями официально к ним обращались. Но это уже тема для другой передачи. А сегодня я предлагаю обсудить проблемы нашего города, тем более, что со времени последнего эфира их накопилось немало. Я хочу отметить, что у нас работает прямая телефонная линия, номер тот же 0297-20-220 и примерно через 20-25 минут мы будем готовы принять ваши звонки. А мой первый вопрос господину примару... Я хотел бы обратиться еще к жителям нашего города о том, что не все могут дозвониться в эфир, когда идет прямой эфир. Так что я предлагаю, что те, кто или кто-то стесняется позвонить и задать вопрос, я предлагаю, чтобы скидывали сообщение прямо ко мне на телефон. Мы будем зачитывать вопрос и тут же отвечать, если есть такая возможность. Мой телефон 068-42-36-46. Его, в принципе, знает весь город, так что не секрет. Я жду любой вопрос, кто желает мне его задать. Ну и если для этого опять же будет время, потому что в первую очередь мы будем принимать звонки, и вы должны будете ответить на вопросы тех людей, кто дозвонился в студию. Господин Чимпоеж, год только начался, поэтому самое время подвести итоги года ушедшего и наметить планы на будущее. Скажите, пожалуйста, каким образом был израсходован бюджет примарии за 2017 год? Я понимаю, что это очень обширный вопрос, поэтому только такие основные направления, если можно. Мы не будем сейчас затрагивать все денежные средства, которые были, потому что нам не хватит ни часа, ни двух часов. Но я скажу, что бюджет был утвержден на 2017 год в размере 13 миллионов 648 тысяч. В том числе трансферты, которые были до школьного учреждения, они были 7 миллионов 691 тысячи и 600 лей. Трансферты по дорожному фонду, такие они злополучные для нас, которые обсуждаются везде, во всех колуарах, в размере 1 миллион 238 тысяч. И, конечно же, трансферты общего назначения в размере 776 тысяч лей. Давайте остановимся более конкретно на детских дошкольных учреждениях, так как все они находятся на балансе примарии. Что такое самое существенное было сделано в каждом детском саду отдельно? За последнее вот, за то время, пока месья был, я нахожусь в качестве примария, вы прекрасно помните, когда здесь присутствовали директора садиков и высказывали свое мнение. Мы очень открыто направляем деньги на все наши дошкольные учреждения. Мы не смотрим, не уделяем внимания одному садику больше, а другому меньше. У нас везде равноправно распределяются деньги. Мы сегодня в этом году вложили большую часть денег в садик Аленка, это на станции, и в садик четвертый, который находится в микрорайоне Романовка, русский садик. Солнышко. Солнышко, да. В этом году мы планируем большую часть денег потратить на молдавский садик, это там тяжелая ситуация. Крыша у нас, которая столько лет не делается и течет во всех, на втором этаже. И, конечно, мы планируем направить средства на садик первый, который находится на территории Фламанды. И значительная часть затрат направляется на питание детей. Давайте я вам так скажу. Давайте я вам просто скажу, что было сделано в первом, втором, третьем и четвертом садике в этом году. Я не буду говорить на питание суммы затрагивать. Я буду говорить частичный ремонт, который был сделан в этом садике, и куда были направлены деньги. Скажите, пожалуйста, если кого-то заинтересуют более конкретные цифры, где этот житель города может получить данную информацию? Закрытая она или открыта? Эта информация открытая. Мы все знают, советники, о том, что господин Кирюченко требует этой информации в прямом эфире, открытую эту информацию. Она у меня вот здесь есть, но если я сейчас начну проходиться по всем цифрам, у нас нет. Я единственное скажу, по частичному ремонту, который был сделан в садике, и куда были конкретно направлены эти деньги. Питание мы не будем тратить. Все-таки я не понимаю, где люди смогут ознакомиться с этой информацией более подробно? Я вам сейчас скажу, будет сессия скоро назначена, и этот вопрос будет вынесен на сессию. На сессию тоже не могут все прийти? Вы знаете, у нас сессии проходят в прямом эфире, и мы не стесняемся показывания в полном объеме. Так что любой житель может ознакомиться. Мы можем скинуть на сайт наш, и вот эту всю информацию, для того, чтобы люди видели ту информацию. Я хочу подчеркнуть, что вы обязаны скидывать такую информацию на сайт. Людмила, я сейчас скажу по поводу сайта. Транспарентности ее. Давайте мы уже заделем. Немаловажный вопрос. Я помню прекрасно, как говорили о том, что наша премария не транспарентна, а районный совет транспарентный. Это не я говорил. Ну, я же не говорю, что вы. Есть свои минусы и у вас, и у них. Вы понимаете, я сегодня не могу держать при себе личного фотографа, который будет ходить за мной, когда я нахожусь по дорожному фонду и работаю. Я не могу, чтобы он фотографировал меня, это не мое хобби, как это мы видим некоторых людей. И я не готов сегодня показывать то, что происходит, то, что мы делаем в садиках. Ко мне обращаются директора садиков и просят, давайте мы вызовем БАС-ТВ и покажем ту картину, которая была сделана за год. Я говорю, послушайте, люди видят, те дети, те родители, чьи дети ходят в садики, они видят картину, сколько вкладывается в садики за последние три года. И мы ничего не скрываем. А цифры, которые нужны, мы опубликовываем на сессии. Эти цифры открыты. Сессии идут в полном эфире. Никто не мешает разместить эту информацию на сайте, правильно? Без фотографа. Это не я прошу, это как просят наши граждане. Если граждане... И бастерит тоже можно иногда пригласить в садики, мы никогда не отпустили. Людмила, если просят, единственная, от кого просит эту информацию, это господин Кирюченко. Он очень бегает, расспрашивает, куда ушли деньги. Ему очень интересно участвовать в этих тендерах, выигрывать их и самому производить работы. Хорошо, мы отвлеклись. Давайте, все-таки, что было сделано? Давайте по первому садику. В принципе, мы в этом году в первый садик не планировали ничего не делать. Ну, так случилась ситуация. Мы, не планируя, сделали им замену окон в галереи, куда ушли сумма 78 тысяч лей. Много или мало, я считаю, что достаточно. После того, что никогда не выделялось столько денег на благоустройство, на замену тех же окон, на ремонтные работы этих садиков. Дальше. Мы приобрели там котел новый. Сумма котла 28 600. Я вот хочу сказать о том, что раньше производили ремонты котлов. И постоянно в течение зимнего периода происходили какие-то проблемы. Мы от этого ушли. У котла есть свой ресурс, я сказал. Независимо, это котел газовый, это плитка электрическая. Если у него прошел ресурс, мы приобретаем новый котел для того, чтобы спокойны были мы в зимний период и чтобы дети у нас не оставались в холоде. Дальше мы приобрели столы для пищеблоков. Мы приобрели их не только для первого садика. Для первого садика мы выделили 17 500 лей. Почему мы приобрели эти столы для всех садиков? Потому что есть предписание сегодня. Если не будут нержавеющие столы находиться, то в следующем году нам пищеблоки в садиках не откроются. Такая же проблема, кстати, и в школьных учреждениях у нас по городу. Приобретены весы для пищеблока, но сумма как бы небольшая, 3000 лей. И также сделан частичный ремонт за счет собственных средств. Опять же, собственных средств. Сегодня ту работу, которую мы производим, чтобы люди понимали, что это замена локон, которые мы произвели в первом садике. Это никакие фонды нам не дали эти деньги. Это мы за собственные деньги все делаем. За бюджетные? За бюджетные деньги. За те трансферты, которые у нас приходят. Будет передача. У меня тоже по поводу этого будут вопросы. Следующий садик, второй. Тоже мы произвели замену окон на сумму больше 200 тысяч лей. Людмила, я хочу подчеркнуть, чтобы все понимали. Больше 200 тысяч лей. Это детский сад Аленка? Это детский сад Аленка, о котором так говорили по НТВ, что это было заменено за счет фонда госпожи Дадо. На самом деле? А на самом деле 200 с лишним тысяч было вложено с премарии основная. А в этом были заменены оконы только в актовом зале. Это за счет фонда. Сумма составила 30 тысяч, как мне известно. Мне обратился директор садика, что господин Пушкар сказал о том, что со стороны госпожи Дадоанны с его фонда могут поступить. Вы согласны или нет? Потому что первоначально 50 тысяч у нас были прения между ними. А следующие 30 тысяч я сказал, как можно быть против, если они направлены для нашего садика. Я не против, пусть сделают. И окна были заменены. Но я еще раз повторяю, сумма вложения нашего больше 200 тысяч, сумма вложения с фонда госпожи Дадоанн 30 тысяч. И НТВ, когда озвучивает какие-то цифры и рассказывает людям, пусть доносит настоящие цифры. Ну, объективность наших СМИ это действительно отдельная тема. Объективность, я вам скажу, и говорил еще в прошлый раз, что вас не любят за вашу объективность ваше телевидение. А, наверное, люди, которые приводят сюда телевидение извне, там, с Кишинева, ГГУС-Инфо со стороны Камрата, то они приходят и рассказывают неправдивые цифры. И пусть мне что сегодня хотят говорят, но те цифры и то, что доносят до наших людей, это неправдивость. Для этого я сегодня попросил прямой эфир. И для этого я попросил, чтобы здесь присутствовал господин Пушкарин. Потому что у меня к нему есть очень много вопросов. Если у него ко мне есть тоже вопросы, я готов выйти на прямой эфир. Если вы замечаете, я раз в квартал выкажу к людям, отвечая на их вопросы. Мне нечего скрывать. Я не боюсь ни вопросов, которые будут мне задавать, какие они не были, корыстные, подготовленные кем-то. Мне все равно. Я готов ответить за каждую цифру. Но я тоже просила, господин Пушкарин, прийти и ответить на вопросы телезрителей. Даже не столько на мои, не столько на ваши, сколько на вопросы телезрителей. Давайте продолжим. По садику молдавскому третьему. Мы за проект было оплачено 17,5 тысяч лет. Что проект? Это проект по крыше. Потому что вы знаете, если мы будем менять в этом году крышу, без проектно-сметной документации мы это сделать не можем. Также для приобретения столов на пищеблок, как и в 1, 2, 3, все садики, было приобретено 25,6 тысяч лет. Людмила, чтобы вы понимали, и если есть желание у людей, пусть подсчитывают суммы, которые мы вкладываем в наши садики. Потому что я часто слышу, что обворовываются денежные средства, которые направляются на наших детей. Такие слова я даже не хочу комментировать, потому что для того, чтобы об этом говорить... Мы сегодня еще это затронем, и я достоверно... Нужно аргументировать, согласитесь. Да, прежде чем... Вот сюда придите и скажите, аргументируйте, что мы своровали деньги. Дальше. Были приобретены также весы, тоже в размере 3 тысячи лей, как и в 1-й садике. Также дидактический материал был приобретен на сумму 11 тысяч, 11 тысяч 200 лей. И также приобретены подушки. Подушки были приобретены на сумму 14 тысяч 300 лей. Поймаете, вот та сумма и комфортка была приобретена на сумму 6 тысяч лей. Вот ту сумму, вот те суммы, которые я говорю, это то, что должно было вкладываться ежегодно в наши садики до меня. И если бы мы вкладывали, относились бы к своим дошкольным учреждениям подобаючи, то, поверьте мне, наши бы садики ничем не отличались от европейских. И не нужны нам ни фонды, и не надо ходить, стоять с протянутыми руками, с каким-то фондом, чтобы нам провели благоустройство либо территории, или замена крыши. Нужно просто правильно распределять те средства, те трансферты, которые направляются с республиканского бюджета на наши дошкольные учреждения. Все. Господин Чемпайш, я вас прошу закругляться уже по детским садам, потому что и у меня, и у телезрителей много еще других вопросов. Если можно вкратце и по следующему детскому саду. И последний садик номер 4, который были вложены самые большие в этом году денег, это был погашен, погашена кредиторская задолженность по ремонту канализационной системы в размере 120 тысяч лей. Был произведен капитальный ремонт прачечной и замена электрики в этом учреждении в размере 179 тысяч 900 лей. Также был частичный произведен ремонт кровли в размере 44 тысячи лей. Также приобретение столов на пищеблок в размере 22 400 тысяч лей. Также для пищеблока были приобретены весы, тоже так же, как и во все садики, за 3 тысячи лей. И была приобретена комфортка в размере 14 тысяч 100 лей. Цифры ошеломляющие, цифры открытые. Эти цифры будут предоставлены для наших советников. То есть при желании они смогут их проверить, смогут затребовать и подтверждающую документацию. Есть товаро-транспортные накладные. Результаты тендеров, накладные. Конечно, пожалуйста, пусть приходит любое, открыто все. Я еще раз говорю, мы прошу всех, кто сидит в соцсетях, о том, что я не могу держать при себе фотографы, и это не мой имидж. Хорошо. Еще один очень важный вопрос, который, я думаю, что интересует наших телезрителей, это на что был израсходован дорожный фонд. Людмила, вот по дорожному фонду 1 миллион 238 тысяч. Вы помните, как были 4 сессии проигнорированы? Вы помните, как мы боролись? И в конце, в конце, мы пришли к тому, что я пошел на уступки большинства советникам и принял те сметы, которые были утверждены большинство советников. Но мы попали в такой капкан, что я предупреждал, кстати, и говорил, что то, что вы делаете, вы делаете неправильно. Никто из вас не вышел на улицу, не проверил, какие работы нужно произвести, а просто взять, раскидать щебенку по улицам, это значит выкинуть деньги на ветер. Когда мы начали проводить дорожные работы у нас в городе, первое мы начали с территории Фламунды. Улица Дыповская. Я вам скажу больше. Щебеночное покрытие? Не только щебеночное. Мы пришли к тому, что нам нужно было вывести для начала. вывести землю лишнюю, которая за столько лет скопилась, и за столько лет она, как хотели бы мы или не хотели, за счет дождей, за счет того, что нет водоотводов, эта вся грязь сверху течет прямо на нижнюю часть. Затем, когда человек, который выиграл тендер, сделал как бы, распланировал, привез щебенку, распланировал работу, но мне не понравилась эта работа. И мы взяли, все переделали. И сделали так, как хотел я. Вот на той улице Дыповской мы только на том участке вывезли больше сорока прицепов земли. Вот представьте, и мы работу не доделали, и не сделали так, как мы хотели. Потому что деньги не были запланированы с дорожного фонда на этот участок столько, сколько мы произвели работы. То же самое мы делали улицу, в сторону совхоза дорогу, Карломарса совхозная. То же самое мы благоустраивали многоэтажки дорогу, делали тоже, которое не было запланировано у нас по дорожному фонду. Но самое большее мне было обидно. Я высказал это и советникам, и господину Киркову, который так яро кричал на совете, улица Кишиневская, улица Кишиневская, вы посмотрите, мы выделили туда деньги. На улицу Кишиневскую я вкладываю больше 100 тысяч лей в своей проектно-сметной документации. А советники меняют смету и вкладывают 5 тысяч лей. Расстояние улицы имеет почти километр, 900 с чем-то метров. За 5 тысяч лей скажите мне, пожалуйста, возможно что-то сделать на этой улице, которой последние 10 лет не делалось ничего. Нет ни водоотводов, ничего. И когда мы туда первый раз загнали грейдер, я, конечно, люди вначале вышли, были такие, кто накинулся, кто был не согласен с тем, что я начал делать. Но после наших разговоров они как бы согласились. Но мы перекинулись, у нас была улица Щерца, незаконченная, и на том участке, который было запланировано на улице Щерца, тогда, когда мы начали делать незапланированные деньги, там работы было сделано не просто в 2 раза больше, а я бы сказал в раз 5. То, что мы не планировали. Мы еще и не закончили в этом году эту работу, потому что там еще сидит, не успели с погодными условиями из-за того, что у нас были премии между советниками по Дорожному фонду, и мы затянули. В этом году я уже начал работу по Дорожному фонду, и я думаю, что советники, мы создадим комиссию, куда зайдет не только примарь, вице-примарь, архитектор города, куда зайдут и землестроитель, куда зайдут советники от каждой фракции, те, у которых будет желание работать, а не просто прийти, порисоваться, и потом эту смету не проголосовать за эту смету. И уже с готовой сметой, с той комиссией, которая будет назначена мной как примарем, мы выйдем с проектно-сметной документации к совету. Господин Ачимпаеш, вы помните прекрасно, сколько звонков было по поводу ремонта дороги на кладбище. И ни одна передача, ни один эфир не обходится без того, чтобы вот люди жаловались, спрашивали, и вы обещали им, что эта дорога тоже будет сделана. В чем причина того, что так и не было выполнено это обещание? Первое обещание, вы помните, что не захотели они направить все деньги, хотя проект из Дорожного фонда, из Дорожного фонда мы сделали проект на кладбище, где были выделены деньги в размере 59-615 тысяч лет. Эту цифру озвучивал, и вы, Бастеви, знаете об этой цифре. Весь проект стоит почти 2 миллиона лет. Это с дорожным покрытием новым, с водоотводами, это с вывозом лишнего грунта, это с тротуарной дорожкой. Проект большой, деньги большие. Советники отказали. Отказали в этом проекте. Ну не согласились. А эти почти 60 тысяч, они на что были предназначены? Это на проектно-сметную документацию? Только на проектно-сметную документацию? Конечно, конечно. Потому что без проекта мы не сделали. Там не запланированы водоотводы, если вы знаете, на кладбище. Там нету дорожки тротуарной, которая должна быть запланирована тоже. Без геодезии почвы, без проектно-сметной документации никакие дорожные работы не могут производиться. А начата разработка этой проектно-сметной документации? Она закончена. Она у нас лежит на руках. Вот в примарии она находится. Мы уплатили за это деньги. Она уже закончена. Только единственное, нам нужно направить туда деньги и сделать. В прошлом году мы сделали частичный ямочный ремонт, который вы все видите. И о котором нам говорили, что после первого снега будут ямы. Но мы видим, что асфальт держится неплохо. Я вам скажу другое. Есть надежда, что хотя бы в этом году будет заложена еще какая-то сумма? Людмила, я не люблю обещать. Нет, я имела ввиду какую-то конкретику. Я не знаю, как будет дальше развиваться событие, как мы будем распределять дорожный фонд. Но в этом году я точно не сделаю, с дорожного фонда не направлю всю сумму денег на дорогу на кладбище. Я, конечно, постараюсь в этом году. Даже я боюсь обещать, потому что если я обещаю, сразу мне ставят палки в колеса. Я хочу сделать подъем, в первую очередь, перед переездом, где я обговаривал уже с железнодорожниками, что они тоже примут участие. И мы запланируем те бетонные плиты, которые дорожные бетонные плиты. И попробуем сделать водоотвод, чтобы хотя бы тот участок, мы забыли о нем. Время нашего эфира очень быстро бежит, но я не могу не попросить вас хотя бы вкратце описать, что было сделано по благоустройству города. Давайте возьмем просто... Давайте возьмем по микрорайонам. Просто по микрорайонам. Вот возьмем микрорайон Фламында. Давайте возьмем конкретно по ситуации в МПУ ЖКХ. Потому что последний наш прямой эфир был посвящен именно ситуации на данном предприятии, проблем благоустройства, вывоза мусора, санитарной очистки города и так далее. Правда, тогда у вас тут было двое участников. Был еще господин Федько. Сейчас он уже не директор муниципального предприятия. Если можете, объясните вкратце, почему так случилось, кто сейчас возглавляет МПУ ЖКХ и изменилась ли как-то ситуация за три месяца вообще на данном предприятии? Людмила, мы покрыли весь долг по заработной плате за прошлый год. Решение уйти с муниципального предприятия – это решение самого Олега Федько. Отношения у нас остались такие, как и были, доверительные. Мы как и общались с ним, так и общаемся. Если у кого-то создалось какое-то впечатление другое, ну, это их не оправа. У каждого есть свое мнение, они пусть думают, что хотят. Сегодня директор является господин Димов. И скажу, что внутри этого муниципального предприятия хаос. Почему? А потому что, вы знаете, как не хотят меняться, жить по-новому не хотят. Кто именно? Сотрудники? Сотрудники. Рядовые сотрудники? Я сегодня говорю о аппарате муниципального предприятия. Не хотят меняться. Я понимаю, что каждому хочется рвать на себя. Я понимаю, что им было, скорее всего, что вольготно до этого момента. Но так не будет. Вот мы навели сегодня порядок в аквабасарабяске. Вы знаете, когда я захожу в аквабасарабяске, мне приятно зайти. Улыбающие лица рабочих. Приятно сесть, поговорить, услышать их проблемы и решать те проблемы. Когда так же, я считаю, что сегодня не все 100%, но больше 50% навели порядок в АПКанале. Но в АМПУ ЖКХ большая проблема. Очень большая. Я считаю, что сегодня я наведу порядок. Если кто-то в этом сомневается, я наведу порядок. Но мне на это нужно время. И люди будут получать ежемесячно зарплату. И отношение к людям будет совсем другое. Но не будет так, как хотят те, кто много лет его убивали. Я не буду останавливаться конкретно на фамилиях. Я этого не хочу. Я готов с ними, если они посчитают, что я сегодня очень много рассказал лишнего. Вот сюда прийти ко мне. Вот к вам. Вот сюда встали. И у меня есть очень много вопросов. Я тоже не сторонник того, чтобы обсуждать людей, которые в данное время не могут ничего сказать. За последние, чтобы вы понимали, за последнюю неделю у меня столько нареканий по муниципальному предприятию МПУ ЖКХ, когда люди приходят заключить договора или заплатить за мусор. Отношение, во-первых, к людям. Отношение к людям просто отрицательное. Когда приходит тебе приносить человек деньги, так ты должен радоваться. Ты должен его принять. Ты должен его погладить и радоваться тому, что он тебе принес эти деньги. Но ни в коем случае на него не кричать. Ни в коем случае не кривить лицом в их сторону. А есть такие жалобы, да? Да, есть такие жалобы. Хорошо, господин Чемпаневич, давайте мы все-таки начнем прием звонков. Если у нас еще где-то будет пауза к возможности, мы еще обсудим далее ситуацию в плане благоустройства нашего города. Итак, уважаемые телезрители, телефон студии 0297-20220. Мы готовы к приему звонков. Если у вас есть какие-то вопросы к главе городской администрации, звоните, задавайте. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста. Я Старцева Людмила Николаевна звоню по поводу опять очередного отключения света. По улице Пушкина, по улице Гоголя определенные дома со светом, определенные нет. В прошлый раз мне Настя, наш всеми уважаемый примат, оставил город и уехал. Все очень удобно и все очень прекрасно. Ребята, пожалуйста, начинайте работать. Начинайте работать. Вы понимаете, что так дальше невозможно. Зимнее время, люди в холоде, без света, это что за безобразие? Все, спасибо. Спасибо за вопрос. Я, к сожалению, не совсем поняла. В данное время там нет света? Я вам объясню, в чем проблема. То, что во время снегопадов не было света во многих районах города? Пять суток. Пять суток. На некоторых участках, да. Я не знаю, кто звонил женщину, в принципе, мне как бы... Я на этот вопрос могу ответить так. Я уже устал отвечать, что примарь города не отвечает за освещение в жилых домах. Примарь города не отвечает за те трансформаторы, которые летят. Но все мои усилия... Я никуда не уезжал. Я не знаю, с чего женщина взяла, что я уехал куда-то. Я сидел на телефоне. Мне было не просто 10 звонков. Мне было сотни звонков. Я ходил по улицам. Я знаю в каждой точке, какие были проблемы. Где взорвался трансформатор. Я звонил в Финосу. Но вы знаете, как они относятся к людям. Согласитесь, когда звонит глава городской администрации, они наверняка по-другому относятся, чем позвонит пенсионерка Марья Петровна. Я согласен, Людмила. Из-за этого до Финоса в голову Кишинева я не мог дозвониться. Я всегда звонил госпоже Светланой Бродецкой. И по ходу мы сразу решали вопросы. Но это не в моей компетенции, если происходят такие казусы. Если они считают... Кстати, это больше компетенции районного совета именно председателя. Потому что он туда ближе. И не прямо ближе к... Это же частное предприятие, как и ваше частное предприятие. Я не могу влазить в работу вашего предприятия. Не могу вам указывать, что вы могли провести эфир. Дали согласие на него или нет. И то же самое я не могу сказать. Вы можете обратиться с кадатайством, просьбой. Я могу сказать... Мы с кадатайством обращались в Финос. Мы сегодня просим. Мы писали бумаги о том, чтобы предоставили одну рабочую группу у нас здесь, в городе. Чтобы у нас не было таких проблем. У нас очень много проблем не только в зимний период. А у нас проблемы и летом бывают. Когда дождливая погода, сильные дожди происходят. У нас происходят взрывы трансформаторных буток. А еще больше скажу. Возле дом культуры, в микрорайоне бывшего дом культуры, как идти в садик. В микрорайоне Романовка. Кто-то умудрился вообще с трансформатора слить масло. И трансформатор замкнул. Люди остались на сутки без... И только после того, когда мне позвонили жильцы, уже с таким возмущением я позвонил в Кишинево и сказал, либо я сейчас выхожу на прямой эфир и говорю всю ту картину, которая есть у нас в городе. Либо через полтора часа был и трансформатор, установили, из Кишинева привезли и новый трансформатор установили. Что ж, давайте прием еще один звонок. Добрый вечер. Звонок сорвался, к сожалению. Телефон студии 0297 20 220. Звоните. И пишите. Господин Примар готов ответить на ваши вопросы. Пока мы дожидаемся следующего звонка. Скажите все-таки, что было сделано за год в сфере благоустройства города? Берем, пока есть у нас возможность говорить, микрорайон Фламында. Хорошо. Я беру за последний год, 17-й год, что было сделано. В первую очередь был наведен порядок на Кургане. Вы знаете, в каком состоянии он находился. Это силами Примарии ПЖКХ. Это силами ПЖКХ. Дальше мы убрали улицу Гоголя так, как не убиралась она никогда. Побелили деревья. Улицу Доповскую. И мало того, вот эти улицы, которые скрещены, прилегающие между Гоголя и Доповской, тоже убирались. Сделали водоотведение, конечно, не в том виде, как нам хотелось, в позе железнодорожного моста, в микрорайоне Пушкина, улице Пушкина. Это все то, что мы сделали. Улицу Доповскую мы тоже сделали. Украинскую частично въезд, вот этот участок, который засыпали полторы фуры, это где-то в пределах 40 тонн щебенки мы сделали. 24 августа кусок сделали. То есть подсыпка улицы тоже шла по статье благоустройства? Да. Это и по Дорожному фонду, и по статье благоустройства. Это то, что мы сделали в микрорайоне Фламыда. Я не знаю. Я буду же на вас прервать, потому что есть звонок. Давайте примем его, чтобы люди не ждали на линии. После этого еще постараемся вернуться к этой теме. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо за такую актуальную тему. Вообще-то подсознательно мы думали, что будет и председатель района, потому что действительно хотелось, чтобы встреча состоялась в двух уровнях. Ну, коль его нет, значит, все проблемы на плечи нашего премьера. Значит, первый вопрос. Какая главная причина, что город не развивается? И это было бы как бы обоюдный вопрос, но, к сожалению, придется ответить вам, господин примарь. И второе. Какие шаги были сделаны со стороны примара, ну и райисполкома по привлечению инвесторов в наш город? Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Вопросы очень емкие. Я бы хотела немножечко конкретизировать первый вопрос, потому что почему город не развивается, но здесь как бы много направлений. Но я уверена, что и позвонившая в студию горожанка и очень многие-многие жители нашего города могут вам напомнить. И вам, и другим кандидатам, которые в период предвыборной кампании обещали, что обязательно будут открыты новые рабочие места в городе, в районе. Однако годы проходят, молодые трудоспособные люди продолжают уезжать из Басарабяски в поисках работы. И в принципе никаких серьезных таких шагов по открытию новых рабочих мест мы не видим. Людмила, по поводу инвестиций в наш город давайте мы затронем. Ну они как бы взаимосвязаны эти вещи. Да, это все взаимосвязано. Давайте мы достанем предвыборную. Ну уйдем, когда была предвыборная кампания и посмотрим, кто что обещал. Кто обещал инфраструктуру, канализацию, водопровод новый, кто обещал круглосуточную воду и потом ставил же палки в колеса. Мы все прекрасно помним. Как только заступил на эту должность, это я уже повторяюсь, как только я поступил на эту должность, я предложил районному совету в первую очередь передать ту часть непроданной земли в микрорайоне Мизона, передать баню. Под здание лучшего завода Мизона. Да, и вместе со зданием. Передать баню, ту городскую. И передать общество слепых. Вот эту трехэтажную малосемейку. И я готов людям бы сделать там баеремонт, развить Мизон, привезти инвестора. И у меня была договоренность о том, что человек придет и построит у нас здесь текстильный завод. И он был готов этот завод построить. Но со стороны районного совета сразу пошли к козни. Сразу. И виновен в этом господин Пушкарь. И пусть мне сейчас говорят все, что хотят. Вот здесь пусть придет и скажет, что это не так. А я уже расскажу. Пушкарь сейчас не может ничего сказать. И мне бы не хотелось ему уделять много внимания сегодня, потому что он этого не достоин. Я еще раз говорю. Просто по нормам журналистской этики не обсуждают человека, которого нет в студии. По крайней мере я не хочу, чтобы наше телевидение было похоже на такие телевидения, которые... Людмила, этого человека приглашали. И не раз в прошлом эфире мы приглашали одного представителя из партии социалистов, чтобы он отвечал на вопросы. Меня бьют. Здесь вопросы не подготовлены. Не задают те вопросы. Может они мне не угодны. Но я готов отвечать на эти вопросы. Вот сюда приди и ответь. Я опустил руки, потому что понимал. Большинство советников. Следующий инвестор это то, что мы должны были назвать в честь торговый центр, в честь нашего города Бесарабка. Тоже проигнорировали большинство советников. Тогда разве речь шла об инвестициях? Ну это были как бы предположительно могли бы быть инвестиции. Людмила, я не хочу затрагивать этот вопрос глубоко, потому что такая политическая у нас обстановка. Ну это подразумевалось под инвестициями в наш город. Какие еще шаги я должен предпринимать, чтобы развить этот город? Я сегодня, объясняю вам, мать, она считается учредителем предприятия СТО, которое находится на территории нашего города. Если бы я не был бы заинтересован в развитии, это я уже повторяюсь в вашем эфире второй раз, не заинтересован в развитии этого города. Я бы не позволил открыть автомагазин микрорайона Романовка, я бы не позволил расшириться автомагазину на станции. Согласитесь, это два, три, максимум 10 рабочих мест. Речь идет о том, чтобы открыть какие-то предприятия, где смогут трудоустроиться десятки наших граждан. Я предлагал 200 рабочих мест, текстильную фабрику. А что мешало этому инвестору все-таки прийти в наш город? Ну пусть бы оставался этот мизон на балансе района. Я уверена, что людям, которые ищут работу, им было бы все равно, на чем баланс. Людмила, на балансе районного совета это здание находится уже сколько лет. Что было сделано? Скажите мне, пожалуйста, что было сделано? В одно время там была фабрика. Год или два, сколько, полтора и все. Дальше был инвестор, готов был развивать это все. Почему не дали добро? Отдайте на город. Я бы развил, я бы договорился с инвестором. Мы бы решили все проблемы эти. Почему не дали? Это не мне отвечать на эти вопросы. Вы ждете ответа. Давайте примем еще один звонок. Не слышен вопрос. Я прошу тех, кто звонит в студию, во время звонка отходите подальше от своего телевизора, либо полностью убирайте звук, иначе фонит и мы ничего не можем расслышать. Здесь у меня сообщение есть. Вы всегда здесь... Сейчас, секундочку. Только читайте все, как там написано. Людмила, давайте вот я открываю. Я даже не знаю, кто написал, а вы прочитаете тогда. Вот, кто-то написал, я даже только увидел начало, а вы зачитывайте, а там я отвечу. Вы всегда сдерживаете свое слово. Помогите нам, жителям улицы Кишиневской, засыпать дорогу. Мы же не можем скорую вызвать до дома. Пожалуйста, помогите. Вы же обещали нам. Обещал и сделаю. Все? Когда? Обещал и сделаю. В этом году. В этом году. В этом году. Понятие растяжимое. Но подождите, год только начался. Погодные условия сейчас не позволяют нам начать эти дорожные. Дальше мы не распределили. В мере весной. Весной, конечно. Конечно. Обещал, сделаю. Хорошо. Уважаемые жители улицы Кишиневской, вы слышали. К нам поступил еще один звонок. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь. Николай Столяров, знаете? Да, знаю. Слушаю вас. У меня есть вопрос. Кто у вас сегодня в студии? Гражданин Чимпоэш? Примар города Басарбятска. О, обалденно. Да, у меня есть один вопрос. Я вам задаю, потому что я с ним реально не разговариваю. Давайте, смотрите, как. Я вам задаю, а вы говорите его в прямом эфире. Вот скажите мне вопрос такой. Как нужно обращаться к человеку, который реально обманывает людей? Ну, то есть он обещает одно и не выполняет. Как к этому человеку нужно обращаться? Нормальный вопрос? Вопрос не конкретный. Я, например... Не-не, вопрос конкретный. Как по обращению нужно к нему обращаться? То есть человек обещает, но не выполняет. Как к нему нужно обращаться? Это первое. А вы можете сказать, что конкретно обещал господин Чимпоэш или выполняет? Не просто, что мой интересный. Хорошо. Вы понимаете, что это такое? После этого я вам задам дальше вопрос. Просто это для того, чтобы... Как бы вам объяснить? То есть я могу... Если он обманул людей, после этого можно говорить. Господин Лжец. Правильно? Вот я буду так обращаться. Господин Лжец. Он начал процедуру... Он вел две нитки канализации. После этого он начал... Алло, вы на линии? Да-да-да, мы вас слушаем. Пытаемся уловить мысль. Я вам говорю, господин Лжец. Я в прямом эфире отвечаю за каждое слово. Говорю, господин Лжец, через вас я ему говорю. Он начал... Он вел две нитки канализации. После этого... После этого эти две нитки перестали, как бы, это самое... Оставил колодцы. Ладно, я что-то сейчас это самое. Смотрите, ситуацию. Смотрите, а канализация в каком микрорайоне? Микрорайон Фламында, центральная улица, улица Матросова и улица Деповская. Был произведен тендер. Этот тендер, этот тендер выиграла какая-то непонятная компания. Эта компания... Сейчас скажу. Люди, которые вели работу. Это был, говорит, Петя Юго-Агла. Был по ГОСТу, он имел право, короче, принимать эту работу. Правильно? Вот. А работу вели три человека, там, Витя, Саша и Федя. Я могу, конечно, назвать их фамилии. Но для чего? Я сомневаюсь, что они вообще компетентные люди в этом. Но по какой причине вели непонятные люди? Это первый вопрос. Когда на сессии этот вопрос поднялся, он человек, который руководитель города, знаете, что сказал? Он сказал, что у нас была реорганизация министерств, и давайте напишем письмо. Я говорю, а как напишем письмо, если... Зачем вы начали эту работу, если у вас не было денег? Второй вопрос. Алло, вы дали? Да, да, да. Да, я записываю. Смотрите второй вопрос. Смотрите во второй вопрос. У нас на балансе города существует такая организация, как Локомотив-стадион. Знаете, что это такое? Ну, конечно, да. Да, вы знаете. Вот, смотрите. Вот. Это на балансе когда-то был локализм Радидин Молдова. А сейчас, когда передали этот стадион на баланс города, там просто, ну, слово могу подобрать, просто там его нету. По какой причине? А, кстати, господин, чем поешь? Ой. Звонок прервался, честное слово. Это не мы. Видимо, линия перегружена. Разрешите господину договорить. Ну, я думаю, что тут достаточно. Ну, я не могу ему разрешить. Если он дозвонится еще раз, то, пожалуйста, мы примем звонок. Это человек тот, который любитель писать мне с Николаевами, с Кирюченко на меня во все проверяющие органы. Так, ну, я лишние эмоции как бы опущу. Он может вас называть так, как он хочет, или так, как вы ему позволите. Давайте более конкретно по вопросам. Значит, что касается объединения трех предприятий, я тоже, если честно, хотела вас об этом спросить. Людмила, о чем еще дальше говорите, если это решает не господин Чимпаеша, а большинство советников. То есть, если коротко сказать, советники против. Этот вопрос уже закрытый. Дальше. Они, может, сегодня уже рады, но рады этому сделать, но уже поздно. Во-вторых, они... И вы с этим смирились уже, все, да? Смирился? Даже не будете пытаться больше. Людмила, что значит смирился? Всему свое время. Понятно. Всему свое время. Давайте по ремонту или прокладке канализации в микрорайоне Фламында. На каком этапе эти работы? И кто выиграл тендер? На каких условиях и так далее? Я опять же говорю по поводу этого. Мы будем повторяться. Мы будем повторяться. Потому что уже говорили. Человек получил ответ на свой вопрос. Человек достаточно этот получал ответ. Достаточно ответа. Может быть, другим тоже интересно. Этот проект выиграла фирма, которая находится в Кишиневе, Литарком. Этот проект был еще во времена господина Николаева. Деньги с экологического фонда до нас не дошли, чтобы мы закрыли этот проект. Вы знаете, что сейчас происходит... В 2017 году произошла реорганизация этих министерств. Их объединили. Они сейчас сами не знают, на каком этапе находятся. Долг, долг в экологическом фоне сегодня 1 миллиард лей. Потому что те деньги, которые работают, направлялись, они куда-то непонятно растратили. Но нам бояться это опубликовать и сказать. То есть проекты заморожены, так скажем. Проект вроде бы не заморожен, не знаю. Мы разговаривали буквально перед Новым годом с подрядчиком. И подрядчик обещает, что в этом году он закончит этот проект. Но я вам скажу, что я этому не верю. Знаю ситуацию изнутри. Но я постараюсь сделать благоустройство в том микрорайоне, который я начал. Сделать облагоустройство, положить те трубы, они у нас есть. Песок, цемент есть. Люки канализационные есть. Закрыть. И пока у нас не будет поступления с экологического фонда, больше не начинаем. Потому что это бьет по мне самому. Люди недовольные, начинают возмущаться. Но не все зависит от меня одного. И мне передали, что есть наление звонок. Давайте вкратце о ситуации на стадионе «Локомотив». Он действительно передан на баланс города. И справляетесь ли вы с этой ношей? Вы понимаете, сам господин Столяров ходит туда и раскидывает бутылки. Употребляет там, отдыхает там. И сколько раз я ему уже сделал замечание. А сегодня он звонит в эфире и хочет оклеветать меня, как примаряд. Давайте будем серьезными людьми все-таки. Я же вам говорю, что есть реальная картина. Кто-то там убирает, куда садится. Сегодня убирается по ЖКХ, убирается эта территория. Наводится там порядок, дети занимаются там. Конечно, не в том виде, как мы хотели. Но проводятся там и соревнования, и мероприятия спортивные. Как убирался, так и убирается. Да, ноша тяжелая. Ноша тяжелая, потому что посмотрите масштабы этого футбольного поля. Раньше оно было под ВЧД-2, куда большие деньги вкладывались. Потом передали на баланс примарии. Когда передают на баланс что-то примарии, нужно сразу показывать, откуда будет финансовое покрытие этой площади. А финансового покрытия не было. Взяли, его так и бросили. Вот из-за этого сегодня состояние этого поля есть такое, какое оно и есть. Что ж, давайте примем еще один звонок. Но в течение года мы несколько раз косим траву, убираем ту территорию, благоустраиваем ту территорию. И стараемся держать. Может быть волонтеров привлечь как-то к этому процессу? Все-таки у нас в городе достаточно людей, которые любят спорт и занимаются им? Или чьи дети туда ходят? Мы пытались привлечь, но ничего не получалось. Ну что ж, придет весна, может быть вы попытаетесь еще раз. Давайте попробуем еще раз. Давайте, мы будем это освещать просто в средствах массовой информации. Так, чтобы город на своих героев... Вы будете моим личным фотографом? Нет, я не буду ничьим личным фотографом, сразу заявляю. Мы просто будем показывать ситуацию так, как она есть. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Мне один вопрос Валентину задать. Не знаю, к кому обратиться, но он понял, кто. Добрый вечер, Валентин. Почему в восьмой школе, Валентин, дети, вот раньше были булочки, там привозили пирожки туда-сюда, запретили? И как большая перемена, дети бегают по улице в разные стороны машины в хорошей парус за булочками? Как решить вопрос, чтобы обеспечивать школу детей булочками, чтобы дети не бегали по всем улицам и под машину могут попасть? Как быть? Вот такой вопрос у меня назвал. Спасибо. Вопрос очень актуальный. Правда, мне кажется, что это не к примару. Все-таки лицея не в компетенции примара. Ну, я не знаю, думаю, что будет еще тот ребенок, но его не пришел. Ну, я не знаю, если можете ответить, пускай ответит, Валентин. Нет, вопросов нету. Спасибо. Спасибо. Если можете, ответьте. Если нет, посоветуйте просто человеку, куда обратиться. Во-первых, это в компетенции председателя района и РОНО. Наверное, нужно правильно планировать свои деньги, нужно правильно распределять их и сделать все пищеблоки, которые находятся у нас на территории нашего города. И только после этого дают разрешение ветеринарная служба о том, чтобы можно было бы открыть те же, чтобы пекли на местах, те же булочки. А еще у нас большая проблема. Просто об этом никто не говорит. А специалистов-то нету. То есть нет поваров, которые бы работали в этих школьных столбах. Нет поваров, которые могли бы обслуживать и делать эти выпечки. Вот и все. Все-таки я в свою очередь могу пообещать, что мы затронем эту тему. Мы ее уже не раз поднимали. Каждый раз оказывается, что действительно вопрос очень сложный. Там завязано сразу несколько служб, которые не могут прийти к единому мнению для того, чтобы как-то обеспечить детей дешевым, качественным, здоровым питанием в школах. У нас есть еще один звонок. Мы его принимаем. Добрый вечер. Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Это житель Весаравска, Казал Владимир. У меня есть пожелание, я примарю. В районе локомотива, стадиона, есть такая, будем говорить грубо, танцплощадочка вместе с эстрадой. Там часто выступают наши дети. А в каком она состоянии, на это никто не обращает внимания. Там можно поломать ножки, подвернуть ножку. Пожелание, чтобы за этой площадочкой навели порядочек. Спасибо. До дня города еще как бы есть достаточно времени, но я думаю, что речь идет об этой концертной площадке, так скажем, которая находится в парке, в сквере у стадиона локомотив. Каждый раз, когда там происходят мероприятия, вот люди жалуются на то, что и тени нет, и скамеечек нет, и сам там этот асфальт уже покрытие. Сейчас я скажу по поводу этого. Пожелание может быть, оно хорошее. Но в прошлом году вы прекрасно знаете, где мы провели День железнодорожника. Мероприятия спортивные, которые мы проводим на стадионе локомотив, но мы не нуждаемся в той площадке. Железная дорога сегодня на День железнодорожника, для своих же железнодорожников не выделяет ни копейки. Ни копейки. Все, что было сделано, это за счет средств моих собственных в прошлом году День железнодорожника, и плюс было выделено 2 с чем-то тысяч лей, 2 с половиной тысяч лей или 2 шестьсот. Могу ошибиться. Из местного бюджета с Примарией. Все. Провели, как мы его провели, это уже... Ну хорошо, давайте не будем сейчас одни железнодорожника, но все-таки вот эта площадка, она находится в Ведении Примарии? Людмила, и парк, и стадион, все находится в Ведении Примарии. Но средств, столько средств, которые хотелось бы вложить в наш город, их просто нет. 25 лет ничего не делалось в этом городе. Сейчас что-то начали делать, конечно, людям хотелось бы сделать больше, но не получается. Обещать, что я в этом году запланирую деньги и сделаю там, я не могу. Может быть, вы можете пообещать, что хотя бы выступите с такой инициативой на сессии? У нас обещалки уже есть один, я не хочу быть обещал. Они хотят выступить с такой инициативой, и возможно, что советники одобрят это? Не хочу обещать, потому что есть очень много детских площадок, благоустроить их нужно, где дети реально. Я лучше благоустрою сегодня тот же стадиончик, поставлю тебе ворота, подведу туда воду, установлю ворота, чтобы дети могли приходить и спокойно после этого либо руки помыть, либо лицо помыть. Но обещать то, что я не сделаю, я не буду. Ну что ж, я не могу вас заставить, так скажем. В будущем мы запланируем, мы имеем это в виду, потому что все мероприятия в прошлом проводились, когда на стадионе железнодорожников всегда площадка она была. Да, традиции все-таки надо поддерживать. Согласен. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Аня. Я мама садика. Ну, это не важно. В садике есть проблема. Господин Чемпоешь очень знает эту проблему. Я надеюсь, что в этом году она решится. Насчет крыши. Садик Андреешь Молдавский. Спасибо. И еще, там еще очень много проблем. Надеюсь, я очень жду ответ, очень хочу услышать про Молдавский. Я слышала его так, но может что-то пообещают нам побольше. Там есть и кроватки, и окна нужно менять. 40 лет не менялось там. Мало что там делать, очень мало. Просим, даже просим, может БАС-ТВ нам поможет. Поснимает там, может какие-то гранты, может как-то. Это очень проблема, очень большая для наших деток. Спасибо. Что от нас зависит, мы сделаем. Но все-таки я думаю, что вот как раз обустройство, благоустройство и оснащение детских садов, это как раз вопросы в компетенции примара. Я уже ответил на это. И в поле зрения. Что касается крыши, мы поняли вас, да? Что проектно-смертная документация уже сделана. Мы запланировали крыш. И крыша будет отремонтирована в этом году. Ну, я сказал, в этом году мы запланировали в Молдавском садике крышу. Это в первую очередь, потому что там тяжелая ситуация по крыше. По поводу мебели вы ничего не говорили, поэтому вот если можете конкретизировать. По поводу мебели. Замены мебели. Вы вначале бы спросили, что крыша стоит миллион лей. Давайте мы так посмотрим. Я просто передаю вам то, что сказала телезрительница. Невозможно сделать все пожелания людей. Обещать я не буду. Я сказал, что мы запланировали в этом году в Молдавском садике сделать крышу. Вот мы с нее и начнем. А я так понял, вопрос был о том, что мы мало влаживаем в садик молдавский. Да нет, я не знаю. Я не расслышала. Может быть такое что-то было, но не совсем хорошо было. Ну, это проще, наверное, обратиться к директору садика, чтобы она сделала либо собрание. И рассказала о тех цифрах и то, что было сделано именно сегодня при Марии города в этом садике. Кстати, хочу сказать, что время нашей передачи истекло. Есть желание, пусть звонят много. Так как звонков много, да, мы решили продлить эфирное время еще, так скажем, на 30 минут, если будут звонки в студии. Потому что примар у нас не так часто. Раз в квартал. Да, дадим возможность телезрителям задать вопросы, потому что вопросов, проблем в Басарабяске достаточно. Так, еще один звонок сорвался. Пожалуйста, будьте настойчивее. Я понимаю, линия перегружена, наверное, поэтому не удается сразу дозвониться. Господин примар, прочтите, пожалуйста, сами сообщения. Я уже как бы вам доверяю, я уже прочитала их. Что так страшно? Да нет, я просто хочу, чтобы вы их сами читали, они приходят на ваш телефон. У меня как-то нет привычки читать чужие сообщения. А ум есть у Столярова, как проводится тендер, ну и остальные причины. Я думаю уж... Так, пусть читают законы, я думаю, что это не будем читать. Это вы открыли, кстати. Ну, я же сказала, что я хочу, чтобы вы сами читали свои сообщения. Мы Басарабяска просим наконец-то держать ответ перед людьми председателя райисполкома, что он сделал для района, почему он избегает встречи с людьми. Я думаю, что наш президент никак его не поддерживает, это крайне недостойно. Ну что ж, я еще раз хочу сказать, что мы приглашаем господина Пушкаль к нам на прямой эфир. Он, кстати, предложил нам прийти к нему и взять интервью у него в кабинете. Ну, я отказалась, я сказала, что считаю более приемлемым формат прямого эфира. Для того, чтобы не было заранее подготовленных вопросов, каких-то договоренностей и так далее. Чтобы у людей была возможность позвонить в студию и напрямую спросить то, что их волнует. Людмила, давайте я скажу, что меня побудило, чтобы этот эфир был. Я прошу прощения, мы приведем звонок после этого. Здравствуйте. Что же это такое? Ну, никак, да, никак не удается нашим телезрителям подключиться. Давайте, что побудило. Во-первых, первое, вот эти писанины, которые пишет господин Пушкаль в соцсетях. Вот это вранье, ворованные деньги с дорожного фонда. Честное слово, я не хочу сейчас обсуждать. Людмила, подождите, затем он в соцсетях обвинил, что, я даже зачитаю все его, вот это его, именно писанина, потому что он не обвинил меня, а обвинил всю премарию. Совершенно правильно не нравится некоторым людям, что у нашей команды получается то, что обещали, а вот у премарии получается только воровать. Если только воровать, если ты имеешь ко мне вопросы, пожалуйста, напиши мою фамилию. Но не надо обобщать всю премарию, потому что эта премария вся читала. И всей премарии, всем тем, кто там работает, и 20 лет, и 15, и 10, и больше. Им обидно слышать от человека, который сегодня представляет наш район с девятью классами, писульки, которые вам пишут в соцсетях. Господин Чемпыш, я считаю, что то, что пишется в соцсетях, вот пускай будут и ответы в соцсетях. От председателя. Все-таки телевизионная передача, это, согласитесь, немножко другой уровень. Давайте мы будем здесь говорить о тех вещах, которые можно доказать, и с теми людьми, которые отвечают за свои слова. Людмила, все равно... Давайте приведем звонок, пожалуйста, потому что человек уже, по-моему, несколько раз пытается зазвониться. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да, мы вас слушаем. У меня вопрос к господину Чемпышу. Пожалуйста. Как работает ваш совет? Потому что очень многие обещали, когда рвались советники, иметь контакт с народом. По сегодняшний день мы даже не знаем, кто у нас советник по улице, никто не появляется. Как вы можете охарактеризовать работу совета именно ваших советников? Скажите, пожалуйста, по какой улице вы живете? От партии Усатого. По какой улице вы живете? С Ламындо. Улица Дружбы. А можно спросить, как у вас на сегодняшний день взаимодействие с советом? Ну, последние две сессии как бы были более гладкие. Был принят бюджет, не было руганий. Приняли так, как даже я скажу, подмечу, так, как я хотел. Не было таких выкриков, как происходили сессии в течение года. Да, бюджет приняли в полном объеме. Посмотрим, как будем распределять Дорожный фонд, как мы его будем утверждать на сессии, проектно-смертную документацию. Будет это видно. Скоро у нас первая сессия назначена буквально в феврале месяце. Я думаю, что в течение двух недель мы ее проведем, если это пожелают, конечно, советники, потому что их пожелания. Я думаю, после этого прямого эфира она вряд ли захотит, чтобы сессия проводилась. Человек задал от советников. Что касается работы советников по улицам. Я сейчас вам объясняю. Эта система, она сохраняется? Советники распределяют. Конечно, сохраняется. Конечно, сохраняется. На бумаге. Каждый советник запланирован по улицам. Господин, житель нашего города, именно намекнул на нашу партию, на советников от нашей партии. Да нет, он ничего такого не сказал. Нет, от нашей партии он намекнул. Значит, все наши советники от нашей партии ходят по улицам. У каждого у них запланированно. Все они приходят и говорят проблемы, которые есть у наших жителей. И мы стараемся по мере возможности их решать. Вы можете поднять этот вопрос на совете и сказать, что люди обращаются с таким вопросом, что они не знают, кто у них советник на улице, кто их представляет. После того, когда был звонок в прямом эфире, я уже отметил себе и запомнил. Я посмотрю, кто там советник, и мы узнаем. Я думаю, что тот советник... Кто курирует эту улицу конкретно. Да, тот советник, который хотя бы обязан появляться на улице. И поедем к этому человеку домой и ответим на все вопросы. Если что бы он хотел видеть на своей улице Фрунзе, что там планировалось, не было сделано. Или то, что даже не планировалось или никогда не делалось. Все узнаем. Так, у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, маленький пупок, боюсь из кабинета вылезти? Нет, это не к нам вопрос. Ну, это был не вопрос, это было мнение. Давайте продолжим. Вот мне подсказали, что речь шла не об улице Фрунзе, а об улице Дружбы. Да, может быть, потому что не очень хорошая слышимость в студии. Не все звонки принимаются качественно. На улице Фрунзе находится в микрорайоне Романовка. Да, может быть, я ошибаюсь. Ну, возможно. В любом случае, дело даже не в этой конкретной улице, а в том, что советники, видимо, мало взаимодействуют с народом, с избирателями. И люди это видят. Да. Еще один звонок. Добрый вечер. Добрый, если он добрый у вас. Это снова Столяров Николай. Ситуация следующая. Снова на Фламынде нету света. Может быть, это вина снова при море? Нет? Снова нету света. Сел телефон. Ладно, вопрос следующий. Объясните мне, пожалуйста. Только я задаю вопрос через вас. Вопрос следующий. Сколько можно, сколько можно нарушать процедуру работы сессий? Я вам... Я нормально сейчас задал вопрос? Да. Алло, Людмила? Вполне, вполне. Нет, я вас слышу. Нормально? Объясняю ситуацию. Сессия рулит этот секретарь, раз. А во-вторых, когда играет председателя, председатель рулит сессии. Объясните мне, пожалуйста, что там делает этот господин, которого зовут Прямой Города? Что он там делает? Что он... Сколько может он саботировать работу сессии? Объясните. Почему в районе этого не происходит, а это недоразумение постоянно саботирует работу сессии? Это не оскорбление, это правда. Задайте ему вопрос. Если он постоянно ссылается на закон о местном публичном управлении, там первый пункт, это он является исполнительной властью и он обязан, заметьте, обязан выполнять решения совета. Понимаете? Это для того, что он всегда там, учите мать часть, то есть все, возьмите, пускай он почитает для начала закон о местном публичном управлении и начинает его исполнять. Следующий вопрос. Я же не задал вопрос. Так как раньше был такой стадион-локомотив. Он был на балансе Калиферати Дин Молдова. После того, как с баланса его передали на баланс города, почему им никто не занимается? Это следующий вопрос. Это понятно. Я вас и не виню. Я вам говорю, что это самое. По поводу процедуры работы сессии. Да, это я все поняла. Я поняла вопрос. Следующий вопрос. Объясните мне, пожалуйста, пускай человек объяснит. Господин Димитров, он знает, кто это? Он знает. Хорошо. Он наладил работу по... Он наладил работу Аквабасарабяски. Потом какие-то непонятные люди начали этим руководить. Когда человек пришел на сессию и предоставил два документа. Первый документ был следующий. С подписью и печатью от госпожи Светланы Чкаловой Петровской. О том, что когда человек сдал работу, было минус 200 тысяч лей. А когда на конец года это составляло 900 тысяч лей. Я не знаю, правда это или не правда. Я просто до Чкаловой не дошел. Потому что да, они постоянно не скрывают это. Но пускай человек откажет. Какой сейчас есть долг на Аквабасарабяски? Нормально, если доступно? Спасибо вам за ваши вопросы. Это все? Ну пока да, если что, я позвоню. Спасибо. До свидания. Значит, что касается процедуры введения сессии. Не раз из-за этого возникали конфликтные ситуации. Что вы можете по этому поводу сказать? А что? Что не видно, что было? Из-за чего все это происходило? Ну, советники от партии социалистов добивались от вас того, чтобы вы присутствовали в качестве приглашенного, но не в качестве человека, который ведет сессию. Это что, написано в законе о местном публичном управлении? Ну, что-то... Я спрашиваю, это написано в законе о местном публичном управлении? В законе о местном публичном управлении написано, что ведет сессию председательствующий, который избран конкретно на эту сессию. Да, так у нас и ведет сессию председательствующий и секретарь. А примарь участвует во всех по закону о местном публичном управлении, во всех вопросах, которые на сессии присутствуют. Но все-таки уступить свое место в президиуме вы никак не желаете. Людмила, а может мне не приходить на сессии? Нет, это... Зачем тогда нужен примарь? Может мне вообще выйти из кабинета? Зачем тогда присутствовать на сессии? Я должен просто сидеть как столяру в уголке? Ну может не в уголке. А где? Может в зале, вот там, где все приглашенные. Тогда смысл примарства. Ну я не думаю, что смысл примарства в том, чтобы сидеть в президиуме. Людмила, еще раз говорю, кто готовит... И вот вас спрашиваю уже, раз вы задаете такие вопросы. Кто готовит вопросы и подготавливает их на сессию? Господин Чумбайч, мне кажется, что этот вопрос не столь принципиален, чтобы ради него каждый раз возникала напряженная ситуация, чтобы даже из этого срывались сессии. Может быть, вам все-таки надо найти какой-то компромисс? Людмила, еще раз говорю, меня выбрал народ. Осталось полтора года. Если народ посчитает, что я должен уйти, я уйду. Место, где я сижу, как сидели до меня примарей, так сижу, там сижу и я. Как сидел Николаев, там же сижу и я. Если кому-то не угодно, из партии социалистов и коммунистов, чтобы я присутствовал и отстаивал точку зрения и те вопросы, которые, в принципе, я и предоставляю советникам, то я не виноват в этом, если им это не нравится. Если я отстаиваю те вопросы, которые выносятся на сессию, я и дальше буду их отстаивать. Потому что каждый день я хожу по улицам этого города, каждый день я захожу с проблемами к нашим жителям и, наверное, ситуацию изнутри я знаю больше, чем те советники, которые приходят и один раз в квартал голосуют за тот или иной вопрос. Хорошо. Вашу позицию я поняла по этому вопросу. Думаю, что телезрители тоже. Ну, как бы их право соглашаться, не соглашаться. Не хотелось бы мне больше отнимать внимание и так более подробно останавливаться на этом вопросе, потому что вот есть еще один вопрос о том, что вот долг Аквабасарабяска возрос в 4 раза, за то время, пока господин Димитров не был там в управлении. А кто сказал, что в 4 раза? Я просто передаю то, что сказал телезритель. Да, Столяров может говорить, он каждый день у него каждый раз... Я не владею этой ситуации, поэтому я не могу это знать. У Столярова каждый день все меняется. Еще раз объясняю по поводу муниципального предприятия Аквабасарабяска. Тот долг, который по заработной плате передавался нынешнему директору, это господину Михни, он так и остался. Тот долг по свету, который сегодня у нас вырастает, он реально у нас растет, как при господине Димитрове, но, соответственно, в течение года он тоже поднялся, потому что вы знаете ситуацию, цена воды никак не может конкурировать с ценой электроэнергии. И за это у нас свет как при Димитрове рос, так и при господине Михни. Сегодня в Анре поданы все документы, все документы... По изменению тарифов? По изменению тарифов. То, что запрашивает Анре. И я думаю, что в ближайшие полгода Анре установит цену на воду. И она учитывает тот долг, который сегодня присутствует по свету. И учитывает, и учтет, и внесет в тарифную сетку этого цены на воду. И тогда мы составим план выхода и погашения долга по свету. Хорошо, я вас поняла. Еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Я хочу товарищу примару вопрос такой задать. Почему он не уважает старых людей? Почему до сих пор не ходит маршрутка в сторону совхоза? Мне 84 года. Я еле-еле хожу. Я не могу дойти от дома до центра. Это ходит только утром, когда идет полный автобус с детьми туда. И больше не ходит ничего. Уже сколько летом, а сейчас зима, снег, гололед, все такое прочее. Неужели примара нету жалости к людям, которые, вот я смотрю, наблюдают. Люди ходят с палками, спотыкаются, ходят еле-еле до центра туда. И вот этот вопрос никак. Что мы не жители этого города, или что мы платим налоги, все такое прочее. А маршрутки до сих пор так и не ходят. Спасибо вам за ваш вопрос. Первое, я не уважаю пожилых людей раз. Во второй вопрос, вопрос какой был? Почему до сих пор нет маршрутки? Нет, почему я не пришел к нему домой в гости, да? Да нет, нет. Человек имел в виду, что почему вы не наладите движение маршрутных такси от микрорайона совхоза до центра города, и вот пожилые люди вынуждены пешком преодолевать это расстояние? Одни и те же вопросы, и получается, что я постоянно повторяюсь по этим вопросам. Вы понимаете, вопросы возникают, наверное, потому, что они не решаются. Людмила, а как их решать, если в большинстве случаев за вопросы должны отвечать советники? Почему советники не приходят сюда со мной на прямой эфир и не решают, и не говорят, не объясняют людям в прямом эфире? Почему они боятся выйти и сказать, вы знаете? В данном случае их не приглашали. Мы в прошлый раз их приглашали. Ну, в прошлый раз, да. Почему они не пришли? В данном случае председателя района пригласили. Почему такое отношение по отношению к городу? Просто к городу, и под деньгами есть. Вы просто объясните. Я просто объясняю, что сегодня... Вы пытались такой маршрут открыть? Не пытались? Почему не получилось? Маршрут есть. Маршрут есть. Только утром, один раз. Если мы его пустим три раза или четыре раза в течение дня, то я вам скажу, что он не оправдает себя. Это раз. Во-вторых, та цена, которая есть сегодня и держится на протяжении 10 лет, она не подходит маршрутчикам. Вы посмотрите, что я еще раз говорю. Поднялись на зарплату. Минимальный фонд заработной платы поднялся. Страховая медицина поднялась в цене. Соцфонд поднялся в цене. А цены на маршрутку не подняли, на проезд. Как они сегодня за два лея везут 10 человек? Ну, утром, да, согласен. Маршрутка полная. А в течение дня, чтобы ему проехать пустым, для этого я, кстати, сделал и дорогу вокруг, чтобы получилось как бы кольцо в совхозе. Если бы, когда мы выходили, если бы тогда подняли хотя бы на лей советники маршрутчикам, они бы согласились бы делать хотя бы один рейс, потому что одного рейса явно мало. пустить этот рейс. Мало того, один из маршрутчиков, хозяин этих маршруток, сказал о том, что он приобретет еще одну маршрутку для того, чтобы было удобно людям. Но советники не пошли им на уступки, не хотели услышать их. Вы помните, эту сессию вывели им и в прямом эфире ее. Но от меня все не зависит. А не, кстати, неуважение к старым людям. Сколько я помог нашим пожилым людям за вот эти, да даже за последний год. Я так думаю, что никто столько не помогал. Ну, мы не будем сейчас подводить такие итоги, потому что не готовы мы, да, к тому, чтобы сейчас перечислять, да, все достоинства, тем более сравнивать их. А я не собираюсь перечислять даже достоинства и кому я что давал и помогал. Я просто говорю, что уважение к старшему поколению у меня еще заложилось со времен школы, так как меня воспитывали родители, так как меня воспитывали учителя. И это все у меня заложилось. И в первую очередь я уважаю это поколение, то, которое нас воспитало. Что ж, мне передают, что еще есть, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Это снова мы. Николай Штолеров. Знаете такого? Вам удается дозвониться в студию уже третий раз. Люди даже по разу Да, третий. А тут же я говорю, Света, деду, все плохо. Примарь не работает. Ну, не в примаре дело, так, суть какая? Пусть примарь расскажет. Давайте более конкретно. А? Давайте более конкретно. Конкретно объясняю ситуацию. У нас сейчас бюджет города составляет порядка 14 миллионов лей. Изначально, когда бюджет закладывают они, ну, там половина, конечно, не особо одаренных, это слова господина примаря, закладывают 14 миллионов. И потом, когда, предположим, что они закладывают на Свет, допустим, 600 тысяч лей, а этого Светова нету, да, ну, Свет, он просто они не исполняют. И в конце года у нас получается в остатках, допустим, 200 тысяч. 200 тысяч. По какой причине вообще эти остатки, почему не выполняют? Я сейчас доступно, как бы, объяснил, что я хотел? Или нет? Не совсем. Нет? Смотрите. Они закладывают на Света освещения, к примеру, Света освещения, Вы имеете в виду уличное освещение? Уличное, да. Это, к примеру. У вас есть остатки на уличное освещение? Кроме этого, они, например, закладывают, ну, какую-то сумму денег, я конкретно не могу сказать какую, ну, допустим, на спорт и все остальное. Там есть отдельная графа. Почему он, ну, не он конкретно, но он распоряжается, почему эти деньги, они полностью не исполняют бюджет? Спасибо. Потому что в конце года, в конце года, понятный вопрос? Да, да. Почему? Все. Спасибо вам за ваш вопрос, мы вас поняли. Да, давай. Господин примар, можете ли вы сказать, сколько денег было заложено на уличное освещение вот на 2017 год? И что у вас в этой статье в остатках? 178 тысяч было заложено, было заложено 200, использовано 178 тысяч за год. Почему образовались остатки? Куда они были направлены? Значит, остатки садятся в сальдо. Если вы как знаете, прекрасно, все садится в сальдо. Или направляется на то же освещение, которое есть. Чтобы вы понимали, что я даже не хочу планировать и говорить в прямом эфире, что я хочу сделать в следующем году. Потому что, еще раз объясняю, что все то, что я буду говорить сейчас, что я запланировал на следующий год, все потом будет на сессиях, переворачиваться и специально не даваться мне это сделать. Наоборот, люди услышат вас? Нет. Я знаю прекрасно. Люди, конечно, услышат. Но я пойду к людям по улицам, как ходил, так и буду говорить. И как говорил с людьми, так и буду говорить. Как обещал, кому обещал, туда пойду и в этом году сделаю. Но сейчас, в прямом эфире, говорить о том, Ну хорошо, скажите, хотя бы в общих чертах, что-то планируется предпринять в плане улучшения ситуации по освещению улиц? Людмила, значит, мы по освещению улиц. Я не знаю, где ходит господин Столяров, но хочу сказать о том, что освещается и на Фламынде сегодня есть свет. Мы планируем в этом году осветить несколько улиц. Это я уже говорю то, что я не должен был говорить, потому что уже представляю, что будет происходить на сессиях. Мы планируем. Я надеюсь о том, Такой пессимистичный настрой. Я надеюсь на то, потому что предвыборный год, нужно жить реальностью. Я надеюсь на то, что мы сделаем то, что запланировали. Это по освещению. По уличам, по трансформаторам, вы прекрасно знаете, как первый год мы навели порядок. Мы поменяли все там, все, что возможно было. Все пакетники, все реле времени, счетчики, где нужно было, поставили новый. Мы это поменяли. Мы вывели их из трансформаторов Финоса и установили в свои ящики, которые доступ идет либо человеку, который проверяет, сколько там натикало по счетчику в течение месяца, и нашему электрику, который работает в МБЖКХ. Больше там доступа нету ни у кого. И сегодня, если вы видите, проблемы только происходят в том случае, если идет непогода и обрыв проводов. А так, освещение уличное сегодня сделано достаточно. Единственное, да, я соглашусь в том, что не хватает, многие просят, что мы доставили, где-то поставили лампочки, где-то... Никогда там страдает от этого вся станция. Она страдает от того, что никогда не была освещена. И хочу заметить о том, что то, что было сделано по улице Кишиневской, партия социалистами, мы переделали и вложили уже туда ту же сумму, которая была сделана. Мы просто переделали эту линию. Ну что ж, у нас осталось буквально 3-4 минуты до конца эфира, и мы принимаем последний на сегодня звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Я бы хотела перед... это... задать примарю вопрос. Почему в больнице терапии нету этих колясок? Потому что люди пожилые, больные, они не могут ходить, чтобы передвигались по больнице спокойно. Я сейчас скажу, отвечу. Больница это вообще больная тема для нашего города. Объясню почему. Мне тоже очень много не нравится работа медицинских учреждений. В первую очередь мы прекрасно помним, что у нас происходило с хирургией. Сегодня мы взяли специалиста, и когда специалист выходит на ваш эфир, а именно на ваше телевидение, и говорит о том, что нерентабельно сегодня держать хирургию в районе Бессарабка, ее нужно закрыть, и открыть какой-то центр в районе Ханчешт, чтобы консолидировать все средства в одной точке, и чтобы наши жители ездили туда, в Ханчешт. Я считаю, что... Он просто объяснил основные положения реформы, это не его какое-то пожелание, так скажем. Он объяснил ситуацию. Ясно. Имел на это право. Внимательно смотрел, Людмила. Да, я брала интервью. Реформа, которая производится, она не есть правильно. Она не есть правильно. Это не нам с вами решать, согласитесь. А кому тогда? Точно, что не нам с вами, ни на этой передаче. Я согласен, но я вам еще раз объясняю, что сегодня очень много проблем в медицинском учреждении. Это, конечно, не в моей компетенции, я не знаю изнутри, что там творится, но я-то слышу, у меня тоже есть уши, и я слышу, что творится. И многие люди, которые там работают, мне, как примарю, обращаются за помощью. Помогите. Это как раз, скорее всего, вопрос в компетенции представителя района, потому что районная больница, она находится подведома. Да, районная больница, учредителем районной больницы является районный совет. В данном случае вы никак не можете повлиять на оснащенность терапии. Нет, это не в моей компетенции, Но все-таки мы можем надеяться, что эту передачу смотрят те, от кого зависит решение данного вопроса. И просьба женщины будет услышана. Я думаю, что не только позвонившая к нам в студию телезрительница нуждается в этих колясках, но наверняка еще очень-очень многие. Что ж, время нашего эфира истекло, больше мы не можем его затягивать. Я благодарю вас, господин примар, за то, что вы пришли в эту студию по своей инициативе, за то, что вы ответили на множество вопросов, удобных, неудобных. Это показывает о том, что они, по крайней мере, правдивые, никто не... и звонки людей не были спланированы. За это мы с вами не можем ручаться. По крайней мере, кто смог, тот дозвонился, либо написал. Те, кто не смог дозвониться, пожалуйста, направляйте свои вопросы непосредственно в примарию. Уверена, что примар города ответит вам на них, может быть, в частном порядке или как уже он посчитает нужным. Хорошего всем вечера и до свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова